Ну, звучит такое выражение, как геноцид белорусского народа, и Генеральная прокуратура инициировала расследование по этому поводу. Вот, ваше мнение, насколько это необходимо сегодня, спустя столько лет? Нет, это очень необходимо, потому что я уже отмечал, идет жесткая информационная война, и в каждой войне, соответственно, доводы имеют очень огромное значение, конечно. Я думаю, что мы даже с этим мероприятием немножко опоздали, это надо было начинать значительно раньше, где-то на 20-30, конечно, потому что выросло новое поколение, которое эту войну воспринимает не как свою личную трагедию своих предков, а как какое-то стороннее явление, которое произошло когда-то, и на это довольно часто, к сожалению, внимания не обращаем. Какие предпосылки были, могли быть, что мы не заметили, условно говоря, что общество не заметило, по той причине, что нам пришло сейчас принимать законопроект о недопущении реабилитации нацизма? Что мы упустили, говоря о целом обществе, что вот пришлось действовать таким способом, вновь поднимать, глубоко копать эту болезненную тему? Я думаю, что в перспективе нашему государству эта проблема, наверное, станет наиболее значимой. А почему? Потому что когда мы строили молодое белорусское государство, новое, фактически, начиная с 90-х годов, естественно, что проблемы были прежде всего экономические, а потом и социальные. Если бы мы их не решали, соответственно, перспективы у нас не было. Но бросив все ресурсы на решение социальных и экономических проблем, мы довольно часто вот эту духовную составляющую недооценивали. Осознанность, упустили какую-то осознанность, наверное, людей. Да, конечно. И в результате вот теперь эти проблемы приходится решать, когда часть молодого поколения выходит на улицу, совершенно не понимая, почему они выходят. Вот это серьезно. А какие же идеи толкают люди вот к этим фактам, в том числе и героизации нацизма? Я думаю, их не толкают идеи, их толкают, наверное... Может, отсутствие идей? Да, наверное, вакуум такой есть. А всегда в вакууме найдутся псевдоавторитеты, которые начинают за ниточки из-за кулиси дергать человечком, конечно. Поэтому вот эти аспекты технологического взаимодействия государства и молодого поколения, наверное, в наше время становятся очень актуальными. Дмитрий, вам, как историку, вопрос. Мы уже говорили о том, почему, как началась эта война, каковы были наши потери, какие последствия. Но все-таки самый важный тот, что народ одержал победу в этой войне. На ваш взгляд, за счет чего пришла эта победа? За счет упорства. Прежде всего, за счет веры, которая была... Кстати, в первые дни войны эта вера сыграла и злую шутку, так скажем, потому что действительно вера в то, что будет... Ну, вернее, даже не злую шутку, а вера в то, что будет помощь в приграничном сражении, заставила сражаться буквально начиная от границы. Вот. На самом деле, когда никто не помогал, все войска-приграничные были обречены на окружение. Но именно эта вера позволила удержать 2-3 дня, буквально 4 дня. Ну, и она же многих и погубила, потому что был шанс отойти, развернуться, занять новые рубежи. Но вера в то, что помогут, сейчас вот-вот подойдут, стоила очень многим жизни. Вера в... Проблема заключалась еще, по моему мнению, в том, что начали верить не своей разведке, здравому уму, здравому смыслу и тому, что видели и обстоятельствам, которые слаживаются, а начали верить в лозунги, собственные лозунги, которые повторяли на протяжении нескольких лет перед началом войны. И когда веришь в лозунги, а не в то, что видишь своими глазами, то, что происходит, вот, видимо, это был одним из факторов жестоких потерь с 41-го года. Ну, и еще момент, конечно, что смогли отойти с большими боями, с большими потерями, но вера в то, что все равно будет победа, все равно, даже люди в 42-м году тяжелейшем, в 43-м году верили в то, что все образуется и наступление все равно будет. И были факты, и были примеры героические, на которые очень хорошо использовалась советская пропаганда, показывала, как можно сражаться и нужно сражаться с врагом. Ну, и, в принципе, помощь та же самая союзников, все это очень-очень много факторов было. То есть, если говорить о глобальном, то нельзя говорить о глобальном, не видя мелких-мелких-мелких факторов, из которых глобальные и состоят. Ну, должны были, без идеи нельзя было победить, да, без такого-то сплочения, без того, что объединяло людей, невозможно было это победы? Конечно, высокие, вот любой человек, фактически, как ишу древние греки говорили, имеет три составляющих. Это совершенное тело, высокий уровень интеллекта и духовно-нравственные качества. Вот я считаю, что у нашего народа как раз-то всегда высокие были духовно-нравственные стандарты. Без этих стандартов сопротивление практически было бы невозможно, конечно. Поэтому мы и видим эти стандарты как, ну, допустим, наши всегда солдаты шли в рукопашный бой, немцы всегда этого боялись. Потому что это с точки зрения европейского человека рационалиста абсурда. Или, к примеру, идея самопожертвования, когда наши своим телом закрывали пулеметные точки и так далее. Это было фактически только у нашего народа. Вот эти высокие нравственные и духовные стандарты, естественно, могли создать основу, чтобы компенсировать те недостатки, которые были в первый период войны. Когда фактически ни государства, ни организации к этому натиску частично не были готовы. Но вот моральная составляющая и вера в будущее, защита своей родины, своей земли, стандарты патриотизма довольно высокие, соответственно, у народа по тем временам были очень и очень актуальными. И поэтому, естественно, победа во многом была уже предрешена. Необходимо было совершенствовать, конечно, материально-телесный, то есть технологический аспект, что и страна сумела сделать за довольно короткий отрезок времени.